всем привет меня зовут оля это канала рукоделие спасибо что зашли в гости посмотреть мои видео я хочу показать вам то что я связала то что у меня процессах это что громко сказано в процессах так ерунда какая-то и то что я купила так я связала мужской свитер вот такой вот с плечом погон на плече 10 петель на погоне у меня вот впереди такой узор теневой вязала сверху и закрыла внизу иглой до внизу очень все расхлебано но дело в том что пряжа совершенно не держит резинку и она и здесь еще полотно не постиранная поэтому вот так вот руководить тоже такие же когда натягиваешь все замечательно я еще знаете люблю так стягивать иголкой поэтому я решила сделать лучше пусть будет так чем когда она будет в натяжку она может порваться куплю ниточку резиночку и пройдусь по краю рукавов манжет ну вот тут тут с изнанки и по низу тоже пройду так узор из интернета если вот кого-то прям сильно заинтересую придется на рассылку оставлять все остальное так резинка связана на спицах 275 основное полотно на спицах три с половиной на подрезы оставляла 10 петель я вот так вот вижу подрезы я не знаю может быть это неправильно но я вижу так вот здесь надо будет подтянуть потому что я тут закрепляла ниточку пока так в этого еще не было ну вот то конечно громко сказано влажной обработки еще не было так из какой же пряжи это все дело у меня связано пряжа не тут цепляется оказывается так вот такая пряжа я покупала и буквально недавно я почему-то здесь вот кусок вывалился я его все время сюда прячу конус показывать не буду потому что он не родной как мне объяснение в магазине я брала два цвета такой пряжи вернее даже три мы еще кое с кем скопировали чтобы поделить доставку на двоих и на двоих и на всех трех бобинах конуса разные я вывязывала вот такой образец он уже этот образец после стирки и вот по сравнению с изделием видно на вот изделие такой какой-то неровные а здесь вот пряжа раскрылась уже на тройке 325 три с половиной 375 я решила что на три с половиной вообще будет самый самолет и связала на три с половиной состав у пряжи 30 процентов меринос 35 процентов по 30 процентов вискоза 5 процентов кашемир прям вот и душу греет пять процентов кашемир 100 граммах 360 метров пряжа недорогая если честно общение вообще недорогая и ниточка так хорошо мне понравилось она прям видите как хорошо держит я поэтому и решила вязать впереди такую полосу из теневого узора ну надеюсь что будет хорошо почему не провела в то и показу потому что хозяин джемпера еще его не не померил и а у меня какие-то подозрения что этот джемпер тело короткая не знаю вот кажется не замуж после стирки подтянется но короткая 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 и вчера когда я закончила вот это все дело наверное вот так лучше покажу отдельности я вспомнила руки-то ведь еще хотят продолжить вязать выходной был и я решила думаю достал запасы и у не запасы и залежи процессы долговязы и я решила продолжить я публиковала в инстаграм фотография продолжить вязать этот джемпер как-то у меня заступился после того как я связала жаккард вот этот вот я его вязала так долго недели две наверное не знаю почему он у меня жаккард без протяжек я вязала так как я сама считала нужным как по моему мнению должен вязаться жаккард без протяжек не знаю может быть и америку открывала изобретала велосипед но мне казалось что вот так вот будет правильно я ни на какие курсы не записывалась нигде не смотрел думаю ладно свяжу примерно представляю и ладно и вот я вязала 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 и связала схему взяла тоже из интернета и на схеме я увидела что это страна мам узор на схеме были даны лицевые изнаночные петли вот светлый квадратики были лицевые петли квадратики с точечками были изнаночными ими я заменила вместо изнаночных стала вязать сеть другой нитью так кстати вот эта пряжа лидия она полушерстяная я метраж подпишу так вязала я горловину на горловине ворот я вязала на спицах номер три тут я еще размышляла мне не совсем было понятно что я хочу чего я планирую увидеть и поэтому я так не шатка не валка вязала не спеша затем я перешла на спицы три с половиной или стала вязать реглан сверху жаккард я вязала на спицах номер четыре я не знаю как он будет смотреться после стирки надеюсь что замечательно но я старалась ничего не перетягивать а может быть наоборот не дотягивала не знаю он же как бы получается здесь между машками потому что я же вязала сверху вниз кстати вот на этом на этой пряжи резинка хорошо держится вот она такая прям игривая такая пластичная лучше чем на предыдущий так и вот вчера я стала вязать рукав вязала 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 дошла до нужной длины все сократила петли перешла на чулочные спицы меньшего размера на 275 чтобы вязать резинку и начала вязать резинку и какой вы думаете я начала вязать резинку да неправильно я начала вязать резинку один на один а надо было вязать резинку 2 на 2 я достала спицы из петель сложила все и подумала что все хватит вот был он в долговязах и еще побудет в долговязах но запал то ведь вязать опять не превратился поэтому я достала нитки они вот это нитки вообще это 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 не то что там кто-то их конечно производил когда-то но это это не магазине куплю это так далее далее стопроцентный хлопок это даже без вопроса стопроцентный хлопок он не отбелен и вот просто такая то раньше и мы из него вязали красили отбеливали и вот это за старые запасы вот и я решила что мне необходимо накидка на кресло кресло кожаная и неудобно сидеть на нем иногда и вот нужно такая как подстилка или как называется не полностью там спинку то как бы не надо накидывать только на сиденье вот и я думаю надо начать вязать пусть это будет такой дорожный проект если куда-то поеду возьму его с собой вижу я его крючком номер два я вчера провязала где-то около 11 рядов так запоем как я люблю там найти и после того как это все было дело связано я поняла что у меня жутко болит левая рука мне никогда такого не было чтобы меня что-то там болело наоборот сидишь там может конечно заболеть от долгого сидения на ней не левая рука все что угодно но не левая рука и вот я отложила кстати я вот с бобины не с этой меня там еще был конус маленький на конусе было немного пряжи я перемотала намоталки вот сейчас вижу я решила что видим это тоже нельзя тут перри перебарщивать с этим а то еще не хватало что там что-нибудь с рукой стала и вообще вязать не смогу поэтому я не стала еще нитки порылась там своих за кормах пряжных они у меня хорошие такие закромата и нашла вспомнила что у они жильцовой на канале есть мастер-класс по вязанию платка думаю надо связать платок подарок а моток вот такой вот вот такой именно конкретно это пряжи вот magic романс 96 процентов акрил 4 процента люрекс 100 граммах 400 метров спицы рекомендуют от 3 до 3 с половиной я вижу на четверке потому что не сказала что нужно вязать слабо чтобы не перетягивать я соблюдаю все ее рекомендации чтобы у меня все было красиво вот она только у меня такой один есть у меня еще один моток но он немножко другой вот этот цвет 31 а этот цвет 357 состав я уже сказала это не одинаково и до меня вот только сейчас дошло можно было два ряда одной ниточкой вязать два ряда другой два ряда одной ниточкой два ряда другой и получилось бы наверное гораздо лучше и вот в результате провязана мне кажется уже выше процентов 60 весы я забыла достать а платок то ведь еще маленький ну это бак тут платок бактус и косынка бактус или косынка бактус и и вот я думаю поехать докупить пряжу я объехала несколько отделов вязальных товаров с вязанием нашего города и вы знаете нет нигде такой пряжи раньше была закончилась и все а новая поставка видимо будут ближе к зиме потому что и вот из этой пряжи я знаю что вяжут шали такие с кисточками так с висюльками крючком я сама вязала такую шаль и вот это у меня остатки от тех процессов вот вот этот моток остаток и вот этот вот здесь полностью моток целый а вот этот у меня был немного начат и вот я не знаю что мне делать я наверное вы вижу весь вот этот моток и остальное вот этим но если честно вот мне кажется вот эта нитка как-то она более воздушная что ли это какая-то более жесткая и вот я даже вижу вот она как-то жестче мне кажется это это как-то мягче не знаю может быть так блазнит посмотрим вот такие дела не смогла я купить и это очень печально ну тоже да вот скажете боролась с остатками результате решила еще купить да и такое бывает и и те кто вяжет борется с остатками меня поймут это даже без вопросов ну так как я была в отделах где продают пряжу я же не могла тут уйти с пустыми руками поэтому я купила вот такую пряжу это alize superlano classic 25 процентов шерсти 75 процентов акрила 100 граммов двести восемьдесят метров вот этот ряд если кому-то интересен смотрите врать не буду цвет номер 207 вот взяла я таких трима . есть у меня кое-какое в голове кое-какой план у есть надо его будет в жизнь воплотить посмотрим что получится так и это была не единственная покупка потому что я купила еще одну это тоже alize superlano только только миди мозаик миди мозаик 100 граммах 170 метров состав точно такой же 75 криво и 25 шерсть цвет номер 55 5507 вот и на эту пряжу тоже у меня есть план мне на все есть план на все что мне есть все что у меня есть у меня на все есть план вот так еще вот и все в принципе все что я у меня есть я все показала давно меня тут не было отсиживалась как рояль в кустах смотрела видео девочек заряжалась я вязала все это время вязал не из готовые работы которые необходимо показывать но показывать их надо на модели а на улице стоит жара 30 градусов я сомневаюсь что какая-то модель согласится превратиться в мокрую мышь так что вот и поэтому жду когда похолодает и вот тогда буду делать снимки ну и покажу так при презентую общему вниманию вот спасибо что смотрите мои видео подписывайтесь на меня спасибо что еще не сбежали я думаю сейчас все разбегутся а я тут с таким долгим перерывом в четыре с лишним месяца почти пять так что спасибо вам огромное за то что вы есть за то что продолжаете быть со мной не будем такой печальный ночь нет это радостное спасибо за внимание всем ровных петель и к всем летнего теплого настроения всего самого-самого лучшего и пока пока